При осаживании, когда учим осаживанию, можно встать спереди, только аккуратно, чуть-чуть спереди, чтобы если лошадь чего-то сзади испугается, она вас не снесла. Всегда надо быть внимательными и следить за состоянием лошади. Конечно, если она возбуждена, я спереди не стану. Зачем оно мне надо? Точно так же можно двумя руками взять за повод и давить, давить наступая как бы на лошадь. Наступая, наступая, наступая на нее, так тоже можно осадить. Как только хотим остановку, раз, сразу ручку расслабим. Вы же натянули повод верхом на осаживание, у вас мышцы руки поджались чуть-чуть, сократились, расслабили, когда лошадь уступила. То же самое встали, отработали с хлыстиком, натянули, обязательно натянуть, обязательно. Можно, на осаживание можно, в принципе, подклацывать. Сделать вот такое. И верхом, когда вы будете уже обучать лошадь осаживаться, ей будет голосовая команда в помощь подклацывания. То есть вы натянете по воде, лошадь будет сопротивляться, вы ей... И она, о, от меня требуется осаживание, да? Давай, давай. И движение вперед. Движение вперед сразу? Есть разные, в схемах бывает по-разному. Можете постоять, можете сразу двинуться вперед. То есть вариации осаживания и движения вперед, осаживание, остановка, мы просто разнообразиваем. Чтобы и так, и так лошадь понимал. Продолжение следует...